Меня зовут Александр Демидов, я работаю в компании 1S Bittrex, и, собственно, следующий доклад будет моим. У нас в компании есть два основных больших продукта, которые мы делаем. Основной ключевой продукт это CMS, 1S Bittrex управление сайтов. Это система для создания сайтов, для создания интернет-магазинов, одна из ключевых составляющих, это e-commerce платформа для магазинов. И тема бигдейта, тема персонализации, она, наверное, одна из ключевых для нашего продукта. Сейчас очень многие магазины, наверное, осознали, что главная цель текущая – это делать магазин более эффективным. Магазин, который привлек 10 тысяч посетителей, второй магазин, который привлек 10 тысяч посетителей, один сделал 100 продаж, другой 200, они вроде получили одну и ту же аудиторию, но второй работает в два раза эффективнее. И тема обработки данных, обработки моделей и посетителей магазинов, она, наверное, актуальна и важна. Собственно, эта тема возникла у нас в прошлом году летом у нас в компании вообще общий подход к разработке продукта следующий. Мы два раза в год устраиваем стратегические сессии, во время которых мы, в общем, планируем на ближайшие полгода, на ближайшие релизы, обсуждаем какие-то большие новые проекты. И вот в прошлом году летом мы передрались из-за темы как раз персонализации больших данных, бигдата, обсуждая вообще, нужно ли нам это или не нужно, сможем ли мы это сделать, не сможем. Слово бигдата, бигдейта, большие данные употребили такое количество раз, что от этого уже тошнило. Реально было интересно, потянем мы это, не потянем вообще, зачем это будет нужно. А как вообще работают традиционные модели, когда мы все управляем руками? Мы составляем соответствие товара в каталоге, мы составляем связки с аксессуарами и так далее. Но, как говорит расхожая шутка, если женщина искала зеленое пальто, а купила красную сумку, веб-аналитика здесь бессильна. Ну невозможно предусмотреть вот эту связку и продать покупателю, который искал одно, что-то совершенно с этим не связанное. Чем нам помогает та самая персонализация интернет-магазина? Вот мы следующей женщине, которая искала зеленое пальто, все-таки сможем порекомендовать ту самую красную сумку на основании похожей модели поведения предыдущего посетителя. Наверное, один из наиболее ярких примеров, кейсов, как это вообще все работает, это, наверное, кейс, связанный с ритейлинговой сетью Target. У них был в какой-то момент однажды случился скандал, когда к ним пришел разъяренный посетитель и сказал, что вы вообще вытворяете. Позвал там менеджера, они стали выяснять, в чем проблема. Оказывается, выяснилось, что интернет-магазин в своей рассылке этому самому посетителю, его несовершеннолетней дочери, прислал там предложение для беременных. Он на них стал ругаться, что вы вытворяете, она несовершеннолетняя, какая беременная. Поругались, разошлись миром. Через пару недель выяснилось, что она на самом деле беременна, он об этом узнал, она узнала, а интернет-магазин об этом узнал раньше. Просто по ее предпочтениям, по тем товарам, которые она заказывала, которые были связаны с моделями других посетительниц, которые действовали примерно по тем же сценариям. На основании духов, которые покупали, еще чем-то. То есть алгоритмы оказались правы. Выглядит все это как магия. И, в общем, первое желание — это разобраться, как эта магия работает, разоблачить ее. Второе желание, если вы интернет-магазины продаете, сделать так же. Ну, собственно, проектов, у которых есть большая аудитория, на которой можно реально что-то посчитать и спрогнозировать, их не очень много. Это на самом деле поисковики, это соцсети, это, наверное, реально крупные порталы, интернет-магазины, которых, на самом деле, счетное количество, их не очень много. И, пожалуй, все. И, соответственно, когда мы обсуждали вообще этот проект, у нас, наверное, было три ключевых вопроса. Первое — а вообще будет ли у нас большой объем данных? Второе — а как мы их будем обрабатывать? У нас нету, кстати, ни математиков, ни аналитиков, мы не знаем, как за это браться. И третье — как это все прицепить к бизнесу? Мы понимали с конца, а как это прицепить к бизнесу, а как это все собирать, и что с этим делать, не знали. В итоге мы посчитали и поняли, что на нашей платформе больших интернет-магазинов не очень много, но у нас много магазинов в принципе. И если мы будем это рассматривать как одну большую аудиторию, то, в принципе, мы охватываем огромную аудиторию клиентов по самым разным рынкам. И если мы будем рассматривать их как единую аудиторию, то эти данные мы собрать сможем. Собственно, в эту драку мы и ввязались, и организовали такой некий внутренний стартап внутри проекта, внутри нашей компании. Первое желание было, ну, мы не знаем пока, что с этим делать, давайте начнем с более мелкой задачи, давайте решим тот самый первый вопрос, как данные собирать и как их хранить. Это маленький прототипчик, нарисованный на стене примерно за 30-40 минут. Первую техническую задачу мы решили сделать следующим образом. Есть такое понятие MVP, знаете, минимум value product. Мы решили, что, ну, просто глупо научиться собирать данные, непонятно, что с ними сделать. Мы решили попробовать начать собирать просто технические метрики, чтобы клиентам показать скорость работы их сайтов. Мы решили собирать неким яблоскриптовым счетчиком скорость загрузки страницы у посетителей, и давать им аналитику по скорости загрузки их проекта. Это еще не имело отношения ни к персонализации, ни к бигдейте, но позволяло нам научиться обрабатывать всю аудиторию всех посетителей. Инструменты для этого появились уже достаточно давно. В Яваскрипте существует инструмент под названием Navigation Timing Copy, который позволяет Яваскриптом на стороне клиента собирать все данные по скорости страницы. Время DNS резолва, время передачи данных по сети, время работы на бэкенде, время отрисовки страницы. Все это можно разбивать на самые разные метрики и выдавать потом посетителю аналитику. Собственно, вот мы и решили собирать именно эти данные, чтобы потом клиентам показывать. Первые наши, собственно, технические требования. Мы прикинули, сколько примерно магазинов работает на нашей платформе, сколько данных нам надо будет собирать. Потенциально это десятки тысяч сайтов, в принципе, тысячи-полторы тысячи запросов на вставку в секунду, на то, чтобы эти данные записывать куда-то. Большой объем. Самое главное, куда все это дело записать. Во-первых, большой объем данных. Во-вторых, потом с ними надо будет как-то работать. В-третьих, для посетителей это должно быть максимально быстро. То есть, когда наш счетчик на его стороне выполняется, он не должен замедлить загрузку всей остальной страницы. Он должен максимально быстро выдать в ответ 200 окей, может быть, еще какие-то данные. Но он должен сделать это очень быстро. Стали рассуждать. Первое. Продукт у нас в основном это PHP MySQL. Первое желание записать просто все это в базку и сохранить в том самом MySQL. Ну или в любой другой революционной базе данных. Даже без тестов и без экспериментов мы прикидывали, прикидывали, понимали объем данных и поняли, что не подойдет нам это. Мы в какой-то момент просто заткнемся, во-первых, на записи, либо на выборке данных. Если мы спроектируем архитектуру, структуру таблиц так, что мы сможем туда быстро писать, мы будем очень долго эти данные читать. И наоборот, если мы построим индекс и еще что-то, у нас будут проблемы с записью. Ну и любой сбой на стороне этой базы приведет к тому, что либо это будет все крайне замедленно, долго, и для посетителей как минимум заметно, а как максимум это будет для них, может выливаться вообще в неработоспособность сервиса. Рассматривали разные новые SQL решения. Как Саша уже рассказывал, у нас большая инфраструктура развернута в Амазоне. Естественно, мы рассматривали их DynamoDB. Там есть некоторое количество плюсов по сравнению с революционными базами, есть некоторое количество минусов. То есть на вставку, на масштабирование работает все это лучше и быстрее, но какие-то сложные выборки делать будет уже гораздо сложнее. Там есть вопросы с консистентностью данных. То есть DynamoDB – это консистентность в конечном счете. Но когда вам надо будет постоянно какие-то данные выбирать, это не факт, что вы выберете всегда актуальные. Поэтому этот вариант мы рассматривали. DynamoDB мы в итоге используем для некой агрегации и потом выдачи уже информации клиентам, но не как хранилище для сырых данных. Просто как в теории рассматривали колоночные базы данных, которые работают уже не со строками, а с колонками. В общем, реально рассматривали исключительно в теории, потому что использовать их для аналитики, для сложных выборок, да, реально действительно хорошо, но для вставки они работают плохо, потому что, в общем, будет долго. Поэтому от этого пути отказались. Можно, конечно, банально вообще писать все файликом влог, но это даже не рассматриваемый вариант. Можно рассматривать разные сервисы очередей, ZERO, MQ, Rabbit, MQ, в общем, много разных подходов. На тот момент, наверное, это прямо какое-то счастливое совпадение, Amazon разработал такой сервис, как Kinesis, и он как нельзя лучше подходит как раз для первичного сбора любых таких данных. Это инструмент, который является неким таким большим буфером, куда очень быстро, очень много можно писать все, что угодно. Хиты, логи, он выполняет самую главную свою ключевую задачу. Он очень быстро это все принимает, очень быстро выдает в ответ «Окей, я принял», и дальше уже потом спокойно в фоне какими-то воркерами можно эти данные оттуда выбирать, фильтровать, агрегировать и делать с ними все, что угодно. По описанию ровно то, что нам нужно. Мы посмотрели, и инструмент показался нам интересным, и мы его решили использовать для первичного сбора данных. Какие у нас требования к инструменту были? Напомним по количеству вставок. Тысяча запросов, полторы тысячи запросов в секунду. По описанию легко это справляется, Kinesis с этим. Сложная проверка, идентификация пользователей. Думали, как это осуществить на фронт-энде. В Kinesis можно писать только с использованием авторизации в Amazon Web Service версии 4, ну и клиенту мы должны быстро в ответ выдать валидный ответ. На чем делать фронт-энд, который, собственно, данные в Kinesis положит. Мы любим, наверное, все любим Nginx. Наверное, я даже не буду спрашивать, кто его использует. Я могу спросить, кто не использует, и рук не будет. Поэтому рассматриваем мы следующие варианты. На чистом Nginx просто написать какую-то некую конфигурацию, которая будет проксировать в этот самый Kinesis, не получалось. Логика слишком сложная. Использовать Nginx как фронт-энд какой-то бэк-энд, это получалось, в общем, достаточно сложно и дорого по ресурсам, потому что при таком количестве запросов любой бэк-энд у нас рано или поздно перестанет справляться. Его надо будет горизонтально масштабировать, надо будет ставить 2-3 Н серверов. И, в общем, дорогое решение получается, а мы, напомню, делаем некий внутренний стартап. Непонятно, взлетит, не взлетит, может быть, ничего не получится, и потратить на это кучу денег не хочется. Поэтому дорого. Стали рассматривать варианты написать свой модуль Nginx, но это долго сложно с точки зрения разработки. Всякие разные модули Nginx типа Perla, они, во-первых, блокирующие запросы, то есть запрос, который пришел в этом трейде, он блокирует обработку других запросов, и, в общем, будут все те же минусы, которые с использованием какого-либо бэкенда. Ну и буквально цитата из документации, модуль экспериментальный, поэтому, возможно, все. Это из документации к Nginx, поэтому, в общем, не стали мы его рассматривать. И на тот момент мы еще не сталкивались с Lua, но показалось любопытным модуль к Lua. Он реально очень простой, очень легкий. По сути, вы некий кусок кода, который вам нужен, на языке, который чем-то похож на JavaScript, пишите банально прямо в конфиг Nginx, либо выносите в отдельный файл, как вам удобнее, и реализуете, наверное, самую странную, самую неординарную логику, которая вам нужна. Он очень гибкий, он позволяет обрабатывать и запросы, и ответ. Он позволяет встраиваться во все фазы обработки запросов в Nginx, на уровне рерайта, логирования и так далее. Он позволяет делать любые подзапросы, причем не блокирующие, с помощью некоторых методов. У него куча всяких разных дополнительных модулей для работы с MySQL, с криптующими всякими библиотеками и так далее. Собственно, изучение от нуля Lua как такового до реализации нужного нам функционала, не вчитывайтесь, просто кусочек, показывающий, что в принципе, реально на практике кусок, который организует проксирование в Kinesis со всеми нашими требованиями, он просто не поместился мне на слайд, может, раза в 3-4 больше. То есть вот этот кусочек, от изучения функций до поиска нужных библиотек и написания готового прототипа, он занимает 2-3 дня, и в общем все готово. Мы этот прототип сделали, запустились, и все у нас упало. Почему упало? Потому что с наскоку почему-то Linux, вроде говорят, что не десктопная система, но по умолчанию его почему-то не оптимизируют прям реально под большие нагрузки, поэтому нам несколько простых легких действий с сетевым стеком нужно выполнить, которые во многих документах описаны, но по умолчанию почему-то не делаются. Соответственно, нам надо настроить количество исходящих портов. Это было важно, полезно, потому что мы в эту настройку уткнулись. У нас коннекты, которые шли в Kinesis, их стало слишком много, и исходящих портов нам не хватило. Диапазон расширили, настроили всякие таймауты. Самое главное, если вы используете встроенные фаерволы типа IPTables, нужно настроить размер таблиц для фаерволов побольше, иначе они очень быстро переполнятся на таком количестве запросов. Ну и размеры всяких там бэклогов для сетевого интерфейса и для TCP стеков в самой системе. Много how-to на эту тему есть, просто ключевые выдержки я написал для этого. Запустились, и здесь не очень хорошо видно, но в принципе порядок. Вот те самые тысячи запросов в секунду, это не в пике, а в общем там на близком к пике нагрузки, мы получили на одной простой виртуальной машине. Это все справлялось и работало. Единственное, но в какой-то момент мы все-таки уперлись в потолок, в планку, и стали получать ошибки, что было крайне обидно, потому что ресурсы системы еще вообще не утилизированы, там по ИЛА нагрузка близкая к нулю, памяти много, процессора много, во что-то упираемся. Смотрели, 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 в итоге поняли, во что упираемся. Kinesis, к счастью, поддерживает Kipelive соединения, и настроив тот самый Kipelive, просто с помощью того же Nginx, настроив с помощью AppStream модуля один-единственный сервер и прописав тот самый Kipelive количество коннектов, в Kinesis мы там из десятков тысяч коннектов используем, вот тысячу коннектов, нам этого хватает, они все клиентские запросы успевают обрабатывать, и в такой конфигурации мы вот машиной с двумя виртуальными ядрами и с четырьмя гигабайтами памяти можем легко обрабатывать тысячу запросов в секунду. Если нам надо больше, мы либо добавляем ресурсов этой машине, либо мы ставируемся горизонтально и там ставим за любой балансировщиком две, три, там пять таких машин. Решение получается простое, дешевое, главное, мы можем собирать и сохранять любые данные в любом количестве, по сути. Просто немножко резюмируя вот по этому маленькому прототипу, до 70 миллионов хитов в сутки мы на этой системе можем собирать, это одна машина. Время реализации всей системы для скорости сайтов, с отрисовкой интерфейсов для клиентов, с обработкой и агрегацией данных, с внутренними администрированиями, это один месяц и три человека, и стоимость вот того самого буфера Kinesis там 250 долларов в месяц получается. Если бы мы делали это все на каком-то собственном железе, своими собственными решениями, на любом хранилище, SQL, NoSQL, на чем угодно, это все было бы гораздо дороже с точки зрения обслуживания, администрирования, и главное, гораздо менее надежно. Кинезис у нас не падал ни разу, но он в принципе упасть не может, он разработан таким образом. Переходим, собственно, к рекомендациям и персонализации. Прототип для сбора данных есть. Вся система у нас выглядит следующим образом. Мы можем регистрировать, собирать события, мы можем их сохранять, выполнять какую-то обработку и что-то отдавать клиентам. Прототип, систему мы написали. Теперь нам надо от технических метрик, мы собирали всякие данные по скорости загрузки страниц, перейти уже к бизнесовым. А по сути нам не важно, что мы собираем. Мы вместо циферок можем передавать ID товаров, вместо других циферок мы можем передавать ID клиента, вместо третьих циферок мы можем передавать название товара, название категории каталога, что угодно. По событиям мы можем классифицировать разные хиты по-разному, что нам интересно с точки зрения магазина. Это просмотр товара, добавление товара в корзину, оформление заказа и оплата заказа. Все технические метрики мы можем собирать и привязывать уже к бизнесовым. Дальше последующие аналитики, которые нам потребуются, и неважно, какие циферки мы передали, она там внутри что-то с ними делает, Саша про это подробно рассказывал. Мы перешли ко второму моменту, а теперь что с этими данными делать, как их обрабатывать, собирать-то мы их научились, а теперь какую из этого извлечь пользу. Я буквально два слова скажу о том, как вообще в принципе работает система рекомендаций. Ключевой механизм, который позволяет рекомендовать какие-то товары посетителям, это механизм коллаборативной фильтрации. У них есть несколько алгоритмов. Самый первый, самый простой, то это юзер-то юзер соответствия, когда мы собираем профиль одного пользователя и на основании тех действий, которые он выполнял, можем прогнозировать для другого пользователя, который выполняет похожие действия, что в следующий момент ему понадобится тот же товар, который заказывал предыдущий пользователь. Это наиболее, наверное, простая, понятная с точки зрения логики человеческой модели, но она имеет некоторые свои минусы с нескольких точек зрения. Во-первых, по-настоящему похожих пользователей, у которых прям профиль один в один одинаковый, их не очень много. Во-вторых, модель не очень устойчивая, потому что мы пошли посмотрели один товар, третий, матрицы этих соответствий, они постоянно меняются. А чтобы найти соответствие по всем пользователям, если мы охватываем всю аудиторию наших интернет-магазинов, то посетители у нас там реально миллионы, десятки миллионов, и нам нужно перемножить эту матрицу саму на себя, перемножение таких миллионных матриц, это, в общем, уже нетривиальная задача с точки зрения алгоритмов и инструментов, которые мы будем использовать. Все это понимал Амазон в своем интернет-магазине, и они придумали алгоритм item-to-item, когда мы соответствие делаем не по пользователям, а уже по конкретным товарам, и по соответствию с тем, какие товары покупают вместе с ними. Это, по сути, наиболее полезно, актуально для дополнительных продаж аксессуаров, когда вы по тому, что человек купил телефон, можете ему порекомендовать купить к нему чехол, зарядку, еще что-то, и когда вы ему не порекомендуете вместе с телефоном купить еще и памперсы, ну, условно говоря. Эта модель гораздо более устойчивая, потому что товары, соответствие товаров друг с другом, в общем, меняются редко, по сути, только в моменты полного обновления каталога работает алгоритм быстрее, использовать его лучше. Есть еще один подход, это контент-бейст рекомендации, когда вы по соответствию ключевых слов, которые есть у посетителя, который ходил по разным страницам каталога, по разным товарам, и по описанию товаров можете, ну, по алгоритму, похожему на поисковые системы, строить просто сравнение векторов, там, пользователя с товаром, и подсказывать ему наиболее близкие по описанию ему вещи. В принципе, по большому счету, можно не выбирать между разными этими алгоритмами, а использовать их все так или иначе комбинируя. Инструменты для этого подходящие, собственно, подробный доклад был предыдущий. Это, естественно, MapReduce. Основную его парадигму Саша рассказал, не буду на этом подробно останавливаться. Для хранения данных можно использовать HDFS, но так как у нас вся структура в Амазоне, мы в итоге используем не HDFS, а S3, там чуть дальше я про это скажу, и используем тот же самый Spark, про который был, опять же, в предыдущем докладе. Он по сравнению с традиционным обычным MapReduce, который, собственно, придумал Google и реализовал как фреймворк, он гораздо быстрее, потому что он все структуры хранит в памяти, потом их можно повторно использовать. Он гораздо более гибкий, потому что всякие разные сложные выборки, агрегации можно на нем делать гораздо удобнее, чем на традиционном MapReduce. Ну, с точки зрения кода, ну, с одной стороны, если вы программируете на Java, он относительно понятен, а если это что-то совсем новое, можно испугаться, но биваться некуда, вот он такой, как есть. Соответственно, возвращаемся к нашей схеме обработки данных. Мы метрики сохранили, мы приняли, мы сохранили их в Kinesis, дальше мы пишем набор воркеров, которые просто, ну, как из любого сервиса очередей, данные из этого самого Kinesis'а читают, что-то с ними делают. Написаны они на PHP. Почему на PHP? Ну, просто потому что мы его знаем, это удобно. Там у Амазона есть SDK для работы, там, практически, наверное, со всеми популярными языками, на чем вам удобнее, на том и пишите. Что они делают? Они выбирают данные из Kinesis'а, делают некие разные фильтрации, то есть явно мы отбрасываем всякий мусор, заходы ботов, которые мы умеем идентифицировать. Но нам неинтересно собрать там миллионы хитов от поисковых систем, еще от каких-то ботов, которые зайдут, сделают по одному хиту и будут нам просто портить статистику. В модели тоже будут ее портить, а никакой полезной нагрузки нести не будут. Дальше мы эти данные складываем в DynamoDB. Почему в DynamoDB? Ну, реально просто нам удобно, потому что мы часть данных для той же скорости сайтов отдаем сразу в онлайне, как некие агрегированные данные, мы показываем пользователю это мгновенно. В то же время из DynamoDB мы можем сделать дальше выборку и сохранить вместо HDFS в тот самый S3 и использовать уже для последующей аналитики, для построения модели с помощью Spark. И потом уже передавать в кластер рекомендаций, в Mahaut, который дальше выполняет все, собственно, алгоритмы по той самой коллаборативной фильтрации, чуть-чуть там по машинному обучению, уже отдает данные посетителю. Просто пару слов вообще обзорно, почему именно эти инструменты используем. Ну, детально про Spark рассказал Саша. Скорее интересно, почему Amazon. Amazon это реально очень экономит кучу сил, ресурсов, времени, потому что у нас нет толпы админов, которые все это обслуживают, у нас нет толпы разработчиков, которые работают с этими инструментами. Это реально у нас счетное количество людей с этим работает. И так как сервисы готовы, они получаются гораздо дешевле. То есть тот же S3 для хранения объемов данных, которые есть у нас, терабайты данных, гораздо дешевле положить это в S3, чем поднять отдельные сервера, подключить к ним какие-то диски, заботиться о бэкапах, о резервировании, еще о чем-то. Гораздо проще и дешевле поднять Kinesis, как готовый сервис, начать его использовать буквально в считанные минуты, часы, чем настраивать инфраструктуру, администрировать ее и решать те задачи, которые не относятся напрямую к задаче, а решать какие-то более низкоуровневые вещи. Этот стек позволяет сделать все быстро и дешево. В итоге для посетителя, точнее даже для разработчика интернет-магазина, который работает на нашей платформе, все это выглядит как некий черный ящик у него есть, ящик, который внутри делает все те самые user-to-user, алгоритмы выполняет item-to-item, кластеризацию каталога и выдает клиенту какие-то там вещи. Для него, как для разработчика, что это выглядит, как некий набор API, с которыми он уже может работать с конкретным магазином. Это рекомендация персональная по посетителю, которую он может использовать на странице, когда мы рекомендуем товар конкретному человеку. Это может быть рекомендация по товару, когда мы рекомендуем похожие товары, это продажа аксессуаров и каких-то дополнительных компонентов, ну, к примеру, с теми же телефонами, зарядками, чехлами и всем остальным. Есть еще один механизм, это продажа топа товаров на сайте. Вы можете возразить, что все это можно сделать без вот этого навороченной там бигдаты, можно, да, непосредственно на самом магазине просто сделать нужную выборку и продать топ клиенту. Но мы добавляем это сюда, мы снимаем кучу нагрузки с магазина на работу с той же базой, со всем остальным, и мы ему даем это в комплексе с разными API. Человек может использовать все эти механизмы у себя, используя их комбинацию, те или иные механизмы, и выбирая, что для него будет более эффективно. Кстати, вот этот механизм по топу товаров на сайте, к сожалению, с точки зрения такого некого перфекционизма, он решает абсолютное большинство задач для продажи товаров, то есть абсолютное большинство посетителей придет и выберет товар именно из топа. И мы основные продажи магазина сделаем именно по топу, и вся эта сложная большая математика, она может быть и не нужна. Но мы топ продаем по этому механизму, а дальше у нас есть большой длинный хвост более редких товаров, более редко запрашиваемых товаров, что-то, что у нас там залежалось на складе, и как бы нам это хотелось бы продать. Вот этот вот длинный большой хвост товаров менее востребованных мы продаем предыдущими механизмами, рекомендациями персонально пользователю и связками с товарами. Ну, как это выглядит на сайте? Просто пара скриншотов для понимания. Это блок персональных рекомендаций, который может быть на главной странице, и он индивидуален для каждого посетителя, который приходит на сайт. Это блок, который показывается в карточке конкретного товара, причем он может комбинироваться вместе с блоком. Вы можете сделать блок рекомендуемой товары, которую вы вручную связали в админке, то есть привязали аксессуары друг к другу, и вместе с ним могут быть еще плюс персональные рекомендации. Они могут быть разными. Вы можете это комбинировать, оценивать, смотреть, что работает лучше. Это заказы отмечаются, проданы по персональной рекомендации в админке, и вы это явно видите, и можете тем или иным образом обрабатывать. Это в явном виде показывается менеджеру, который обрабатывает заказ в интернет-магазине. Это классный инструмент, когда он подтверждает заказ по телефону, и сразу видит, что он может еще предложить посетителю. Это хороший инструмент апсейла, и, в общем, он очень хорошо работает на самом деле. Как я уже говорил, для посетителей это выглядит как некий черный ящик. Он пришел, ему что-то порекомендовали. Но на самом деле, с точки зрения разработчика, это выглядит как черный ящик с возможностью кастомизации. То есть он не просто вставил блок. Вот как все работают традиционные сервисы, рекомендации, которых достаточно много, но главная проблема в чем? У них достаточно маленькая аудитория. Чтобы его использовать, его нужно встроить на сайт, вставить счетчик, вставить виджет, который эти рекомендации будет показывать. Этот инструмент, так как он тесно интегрирован с нашей платформой, он позволяет те рекомендации, которые мы выдаем посетителю, нужным вам образом дорабатывать. Вы можете то, что вам выдал наш сервис персонализации, товары, которые он выдал, отсортировать по цене, отсортировать по наличию. Вы можете к ним подмешать свои товары, которые вы хотите, безусловно, всегда показывать, даже если их в персональной выдаче нет. С этой точки зрения для разработчика это очень удобно и гибко. Для вас это не работает как некая неизменяемая структура. Вы можете это максимально гибко модифицировать для себя самих, и, соответственно, это позволяет максимально повысить эффективность и конверсию магазина. Но тут главный вопрос. Все, что мы затеяли, вообще работает ли оно, и с какой эффективностью, и как вообще это все замерить. Мы замеряем это, во-первых, у себя внутри. Мы замеряем количество просмотров товаров, общее и соотношение с просмотрами по рекомендациям. То же самое делаем с заказами. Количество заказов, сделанных по рекомендации, к общему количеству заказов. Мы замеряем по стейт-машинам пользователей. Мы, грубо говоря, используем… Вот у нас есть матрица с моделями поведения за период в три недели. Мы по ним дали какие-то рекомендации. И дальше мы смотрим состояние, например, через неделю и сравниваем наши рекомендации по факту сделанные заказы с теми рекомендациями, которые мы могли бы дать в будущем. Если они совпадают, мы делаем все правильно и рекомендуем правильно. Если не совпадают, нам надо подкручивать алгоритмы, что-то с ними делать, может быть, использовать другие алгоритмы. Ну, плюс, естественно, АБ-тесты. Можно просто банально разделить посетителей вашего интернет-магазина на части, в части показать товары без рекомендаций персональных, в части показать с персональными рекомендациями, посмотреть, что работает эффективнее и насколько. Пока это решается только, в общем, практически ручными инструментами, но в ближайшем будущем мы сделаем это прям банально на уровне платформы, то есть прямо в админке можно будет сделать, запусти мне АБ-тестирование вот на такую группу клиентов. Здесь сервис персональных рекомендаций включи, здесь выключи, пособирать данные в течение недели-двух месяцев и посмотреть разницу между ними. Сравнение конверсии одной аудитории и другой аудитории. По нашим данным, по тем метрикам, по внутренним, которые мы делаем, рост конверсии у нас составляет где-то от 10 до 35%. Почему он так достаточно сильно варьируется? Во-первых, даже 10% — это огромная цифра для интернет-магазина. Рост, который позволяет вам на 10% больше продать для той же аудитории, это огромное значение с точки зрения денег. Это вместо того, чтобы вбухать больше денег в рекламу и в привлечение, вы лучше обрабатываете ту аудиторию, которая к вам пришла. Разница большая зависит от, во-первых, ассортимента товаров, от тематики, от количества товаров на сайте. Ну, цифры совершенно разные от магазинов, которые продают запчасти, до магазинов, которые, не знаю, интим-товары. Разная аудитория, разные посетители, разные связки товаров. И на каталоге, где мало позиций и мало аксессуаров, где покупают одну позицию, рост будет меньше. Для магазинов, которые могут продать много дополнительно к товарам, рост будет больше. Ну, опять же, избитый пример, но тем не менее он самый работающий. Тот самый телефон, к нему можно продать просто уйму всего. К телефону можно продать чехол, зарядку, дополнительный аккумулятор, еще что-то. И вы уйдете там в итоге с… как в анекдоте, когда там мужчина пришел купить удочку, а ушел там с палаткой, джипом и со всем остальным. Ему можно продать все подряд. Самое главное, то, что я уже говорил, в разных других системах есть, озвучиваются, по крайней мере, то, что есть реализованы системы персональных рекомендаций, они почти все работают вручную. То есть вы берете товарный каталог и каждому товару проставляете соответствие других товаров. У нас это, так как реализовано облачным сервисом, который работает на нашей инфраструктуре, это все автоматизировано, то есть ручных действий нет. Ну и где это можно еще применять, помимо интернет-магазинов? В принципе, это работает для любого интернет-проекта, который хочет получить к себе аудиторию. Ведь у вас единицей товара, с которой вы работаете, может быть не товар, если это новостной ресурс, это может быть статья. Если это какой-нибудь портал, это может быть любой текстовый материал. Это может быть какой-то цифровой товар. Неважно, сервису рекомендации, ну, грубо говоря, вы отдаете ID, а дальше модели пользователей строятся те же самые. То есть по новостному ресурсу на основании моделей посетителей предыдущих вы можете рекомендовать новому посетителю прочитать тот или иной материал, который его будет интересовать, ну и так далее. Это хорошо работает, и мы, в общем, пытаемся сейчас у себя это применять и, наверное, будем отдавать как готовый инструмент дальше для наших клиентов для разных сервис-провайдеров. То есть для компаний, которые оказывают какие-то сервисные услуги, это могут быть сотовые операторы, это могут быть какие-то SaaS-сервисы, которые предоставляют бизнес-инструменты. По тем же моделям вы можете оценивать аудиторию, ее готовность перехода, например, от бесплатных тарифов к платным, и наоборот, по разным моделям, по тому, как ведут себя пользователи, оценивать их вероятность ухода от вашего сервиса, и тем самым вы их можете привлечь к какой-то дополнительной скидке, маркетинговой акции, чтобы они от вас не ушли, одни у вас остались, или наоборот, если вы видите, что они вот-вот готовы купить товар, услугу, вы можете сделать им какое-то интересное предложение, тем самым повысить лояльность вашей аудитории. Естественно, максимально гибко это все можно использовать с триггерными рассылками, когда вы можете настроить триггеры вместе с персональными рекомендациями и пользователю, который посмотрел какой-то товар, положил его в корзину и не сделал заказ, сделать уже персональное предложение автоматически письмом с предложением скидки по этому товару и так далее. На данный момент вся эта наша система, она обсчитывает суммарно на нашей платформе 17 тысяч магазинов, обсчитывает где-то порядка 440 миллионов событий в месяц. Товарный каталог, обобщенный, если смотреть по всем магазинам, порядка 18 миллионов наименований товаров. Как с этим каталогом товаров работать, как его кластеризовать, как сделать сервис более точным, об этом будет дальше Саша рассказывать в последующих докладах. Ну и соотношение заказов по рекомендациям к общим заканам, вот это 9 до 37 процентов. То есть данных реально на самом деле очень много, и что самое главное, они не лежат мертвым грузом, они реально работают, реально приносят пользу сервису. Для магазинов, которые работают на нашей платформе, этот сервис сейчас бесплатен. Это бесплатный облачный сервис, который можно использовать, подключать у себя, экспериментировать, работать с ним. В дальнейшем это будет, возможно, интегрировано с заказами из 1С. В отличие от других сервисов, это открытый API, который можно модифицировать, выдавать, модифицировать компоненты уже на стороне бэкенда и выдавать более гибкие рекомендации к конкретным посетителям, которые к вам приходят. В целом, наверное, все. Для меня было важно, в общем, не просто продать этот сервис вам. Если вы им пользуетесь, вы им пользуетесь. Мне было важно рассказать про наши подходы, как мы это делаем. Если вы разработчик, администратор или владелец бизнеса, который даже не работает с нашей платформой, но просто интересуется тем, как эти данные собирать и что с ними потом вообще делать, я надеюсь, эта информация вам была полезна. Спасибо за доклад. Вопрос такой, вы учитываете только статику или какую-то динамику клиента тоже? Например, если я первый раз зашел, посмотрел, например, мобильный телефон, вы сделали одни рекомендации. А если я перед этим, например, смотрел одни продукты, потом другие, потом еще что-то на сайте класса, и потом на этот телефон зашел, и рекомендации будут другие. Вы как-то так проводите? Вот мы всю модель учитываем. Все, что он смотрел, мы это учитываем. То есть не просто по одному товару, который он пришел, а по большому счету мы строим его профиль, полностью как бы деперсонализированный. Он для нас в виде некого айдишника существует, потому что у многих возникает вопрос безопасности, конфиденциальности, что вы будете много про меня знать. Мы понимаем эти опасения, мы ничего не знаем, что это вы. Для нас это некий пользователь 123-587. И вот у него вот такой-то профиль. Но мы собираем его максимально полным, чтобы максимально точно ему дальше это рекомендовать. Такой вопрос. Сейчас много сервисов, которые строят рекомендации на основании соцсетей. Вы планируете двигаться в этом направлении? Мы думали, но пока прямо каких-то больших планов нет. Думаем в плане как раз дальнейшего применения для, скорее, каких-то сервис-провайдеров, когда может быть интересен социальный граф пользователя, и когда он внутри сервиса может пересекаться с людьми, которые есть в соцсетях. Но пока прямо масштабного применения не видели, поэтому пока какой-то ближайшей задачи на roadmap существующий, пока прямо нет. То есть пока теория только. Добрый день. А по поводу еще пользователей на разных интернет-магазинах. Например, один пользователь, много магазинов. Они как-то могут объединяться в одного пользователя в вашей базе? Или это все равно каждый магазин, разные пользователи? Для нас, в нашей системе, это существует как единый пользователь и, грубо говоря, один большой-большой единый товарный каталог. То есть вы как-то по каким-то данным собираете аналитику и из всех магазинов делаете одного пользователя? Да, у него единый идентификатор, и он как бы не ходил по каким магазинам, для нас он выглядит как единый пользователь. Это как раз в этом самый основной плюс, потому что если этого не делать, пользователь пришел на магазин, на который приходит 100 человек в день, маленький магазинчик, то первый его хит туда, да не только первый, вообще первые все хиты, мы ему ничего предложить не сможем. Мы при связке пользователя один этот магазин, ничего про него не будем знать. И нам надо будет много собирать про него данных именно при работе с этим магазином. Большая вероятность, что мы его никогда не соберем. Он туда придет из поиска, он нашел один товар, его заинтересовала цена, он купил и ушел. Все, мы не построили профиль. Именно поэтому мы рассматриваем все наши магазины как такой огромный единый товарный каталог, и пользователь у нас сквозной, прозрачный для всех этих магазинов единый. Пожалуйста, еще вопросы. Я не совсем знаком с кинесисом, первый раз честно слышу про него, но по описанию я понял, что это похоже на как кавка, флюм, то есть какие-то такие потоковые. Похоже, да. А чем он лучше, да, или просто что он был в одном стеке с другими инструментами? Он в одном стеке, и нам не надо ничего делать с точки зрения его администрирования, разворачивания. Вот он, готовый сервис. Мы пошли, мы настроили параметры, что там нам надо столько шард, что мы примерно прогнозируем такую вот пропускную его способность. Все, мы берем и работаем. Но он только для передачи данных, не для хранения? Он хранит данные сутки, соответственно, он некий вот так вот для… А в плане новой SQL хранилища у вас было именно… В плане новой SQL мы дальше выбираем все данные с кинезиса, складываем в DynamoDB и дальше уже работаем с ним. А по поводу рекомендательных систем, вот есть же все-таки, я настолько знаю, Sparky уже какие-то готовые там коробочные штуки продают, предлагаются, или вы все сами разрабатывались? Ну, не полностью, конечно, с нуля, алгоритмами мы берем существующие, но под нашу уже конкретную специфику мы, естественно, дорабатываем, потому что у них нет как раз вот той самой модели, когда мы можем много-много разных магазинов там объединить и рассматривать их как единый товарный каталог. У них нет готового алгоритма, как этот товарный каталог пластеризовать и дать максимально быстрые и в то же время там эффективные рекомендации. Поэтому готовые алгоритмы мы, естественно, используем существующие, как набор библиотек, фреймворков, но дальше доработка, естественно, своя. Еще вопрос хотел спросить по поводу ТТЛ. Данные вообще устаревают, не устаревают? Если я, например, купил какой-то товар год назад или полгода назад, для меня уже даже сопроводительные товары не актуальны. И второй пример, когда я купил товар, купил какой-то сопроводительный товар, а мне все равно начинает подбрасываться этот сопроводительный товар, хотя я уже приобрел, то есть мне бы актуальнее было какие-то другие информации. Данные устаревают, то есть мы используем относительно такие не горячие, теплые данные за месяц, грубо говоря. То есть если вы купили год назад, нет, эти данные мы не учтем, мы будем учитывать именно данные за месяц, потому что модель все-таки будет достаточно сильно меняться. С точки зрения товара, который уже куплен, тут мы даем большой, богатый инструментарий на уже как раз API-разработчику магазина. То есть он банально может сделать фильтр по истории заказов, если уже он куплен, то его просто не показывать, а отфильтровать. Давайте следующий. Можно, да? Вопрос такой. У вас, получается, необходима общая какая-то база товаров для всех магазинов. Каким образом вы находите, встречаете похожие товары, каким образом вы группируете, чтобы потом рекомендовать? У нас про это отдельный прям доклад будет. Я вам в одну минуту не расскажу. Ну и вот Саша, который с вами сидит, он дальше именно в докладе про работу с каталогом про это как раз расскажет. Дальше это после обеда будет. Мы используем Apache Mahout вообще как движок основной. Это обычная матрица джавовская в памяти. То есть в Spark есть agreement ALS, это матричная факторизация, но в наших объемах он просто не тянет. Поэтому мы взяли самую простую. Поэтому у нас есть отдельный доклад про это. Да, отдельный доклад. Пожалуйста, еще вопросы. Вы сказали, что на MVP, Minimum Viable Solution, у вас ушло один месяц три человека, а вот на Production Ready Solution сколько времени и людей у вас? Четвертый человек и еще, наверное, месяца два. Спасибо. Ну то есть это продукт опять же получился в минимальном варианте, он дальше растет и развивается. То есть мы его дорабатываем сейчас до сих пор как раз под контентные проекты, под сервис проекты, под разные модели, которые могли бы быть актуальны для CRM, для различных и так далее. Но вот в принципе минимально это было четыре человека, где-то три-четыре месяца. Еще интересует вопрос касательно сервис-провидер юзкейса. То есть вы говорите, что можно на базе некоторой статистики определить, что человек собирается уходить. Правильно? Да. То есть интересует какие типы данных? Это только социал-фиды или вы будете учитывать некоторые сетевые данные? По сути похожие алгоритмы, когда… Ну вот мы экспериментируем на собственном сервисе. У нас есть сервис Bittrex24. Вот самая классная модель для экспериментов. Это SaaS-сервис, где пользователи приходят, подписываются, пользуются, уходят. Мы собираем практически те же самые метрики с точки зрения магазина. Кто пользуется задачами, кто пользуется CRM, кто пользуется чатом, кто пользуется каким-то еще функционалом в продукте. Строим модели по этим посетителям. И дальше по разным моделям смотрим, какие посетители у нас в итоге отвалились, стали неактивными, которые перешли в платных и сравним их друг с другом в принципе. Ну это если на пальцах. То есть фактически есть некая группировка юзеров. Ну доклад будет следующий про это. Чарнрейт вас интересует, да? Чарнрейт клиентов, которые уходят. Следующий доклад – алгоритмы отслеживания. Мы все математика, короче, отслеживание чарнов. Ну это после обеда, поэтому здесь оставайтесь, это у нас будет детальнее. Здесь еще вопрос. Скажите, пожалуйста, вы, ну там я видел цифру около полумиллиарда записей в месяц получаете. Как вы рассчитываете, когда, ну за сколько вы будете хранить эти данные, и сколько они занимают, ну хотя бы так, ориентировочно, вот за месяц данные? Ну смотрите, сколько они занимают, мы по большому счету, ну просто смотрим динамику и понимаем, можем мы себе это позволить или нет. У нас как такового физического лимита особо в общем нет. То есть DynamoDB позволяет нам сохранить эти данные, S3 позволяет нам положить эти данные. Тут вопрос цены, сколько мы заплатим за их хранение, и сколько мы заплатим за вычислительные ресурсы, которые будут их позволять нам обрабатывать. Дальше вот был вопрос как раз про то, учтем ли мы посещение там год назад. Мы посмотрели, ну в общем, в принципе, это был такой примерная оценка на глаз, но она работает. Мы посмотрели, какая аудитория будет такая наиболее теплая. Это взяли условно данные за месяц, ну разные прикидывали. То есть мы брали там за, грубо говоря, за неделю, за две, смотрели, что данных пока мало, хранить мы их можем себе позволить, можем период увеличить. Взяли за месяц, можем, работаем. Потом просто сравнивали, что если взять за месяц, например, за два месяца, то данных становится больше, обработки больше, вычислительных ресурсов больше, а эффективность уже, ну она не растет столь же линейно, то есть мы не становимся там в два раза лучше. Поэтому мы остановились на цифре в месяц, и она вот такая более-менее, в общем, полезная. Ну я так и не понял, то есть вы до сих пор не утилизировали данные, пока вам еще позволяют, да? Нет, мы как раз чистим по времени, то есть не по объему, мы не ставим лимит там, что мы собираем 100 гигабайт. Мы ставим лимит, что мы собираем данные за месяц, а все, что старее, мы удаляем. Просто я почему спрашиваю, потому что, например, если вы имеете дело с недвижимостью, ну с какими-то такими товарами, то там человек может думать и год, в принципе, и там… С одной стороны, да. С другой стороны, недвижимость – это немножко такая специфика, что вряд ли, во-первых, человек придет и купит эту покупку в онлайне, то есть пришел в интернет-магазин по рекламе, кликнул, добавил квартиру в корзину и нажал «оформить заказ». Нет, ну я согласен, я имею в виду, что это я гиперболизирую, просто для разных товаров степень созревания на разное. Я понимаю, мы поэтому вот и берем, в общем, нечто такое усредненное, и то, что подходит для большинства. Мы, может быть, эти цифры, как раз, может быть, сделаем аналитику уже по группам товаров, и, может быть, там, сделаем больше период. Но пока для абсолютного большинства задач вот этого хватает, это, в общем, достаточно такое наиболее разумное ограничение. Спасибо. Такой вопрос. Вот в модели, когда с айтемом связываются, и когда рекомендации высвечиваются, они как бы вносят погрешность. То есть из-за того, что вы рекламируете, эти связки еще более становятся жесткие. Вы как-то их фильтруете. Ну, то есть вы всегда рекомендовали, грубо говоря, один и тот же чехол, и его там, ну, всегда поэтому и покупали. А какой-то другой, который не попал в изначальную связку, опустился вниз. Такое, да, конечно, может быть. И здесь, может быть, в итоге там поменяются местами причины и следствия, что это мы будем рекомендовать не потому, что это покупают там все, а потому что мы рекомендуем, таких продаж становится больше, и эта связка еще больше усиливается. Но, с другой стороны, если эта рекомендация работает, если реально мы в итоге таким образом продаем, то это логично, что мы эту связку этим усиливаем. Собственно, магазину тогда и надо это продавать, и посетитель, если он в итоге приходит и покупает, значит, ему это действительно нужно. И эта связка, да, этим усиливается. И, в общем, в итоге получается, что здесь нет противоречия. Давайте, наверное, один. Все? Коллеги, я с удовольствием на все вопросы дальше отвечу в перерыве. Я здесь буду до конца. Можете в обед подходить ко мне, к Александру. К Александру больше подходите. Он вам тоже много чего расскажет. Продолжение следует...